Медицинским и образовательным учреждениям Ставрополье передали новый специализированный транспорт. Ключи от машин вручил губернатор Владимир Владимиров вместе с представителями социально-ответственного бизнеса. За счет средств компании приобрели автомобили скорой помощи, медтехнику и школьные автобусы. Глава региона отметил, сотрудничество социально-ответственным бизнесом в крае продолжится. Помогает в нашей социальной сфере, заметьте, не своему бизнесу, а в нашей социальной сфере для того, чтобы она была развитой. Наши планы это отдельно. Отдельно 170 скорых, мы 300 автобусов. По президентской программе мы еще будем покупать автобусы для того, чтобы внутренний транспорт. Но здесь немножко по-другому. Здесь целенаправленно. Я ответственный предприниматель, ответственно нахожусь в Ставропольском крае. В Селепадинском благоустраивают парковую зону. Обустроят детские игровые зоны, установят арт-объекты, лавочки и урны, сообщили в региональной Миндоре. Также сделают пешеходные дорожки. Работы проведут по проекту формирования комфортной городской среды, нацпроекта «Жилье» и «Городская среда». Завершить благоустройство планируют к концу лета. В Изобильнинском округе ремонтируют участок региональной дороги «Сингелеевская-Новотроицкая». Обновят свыше 4 километров покрытие проезжей части. Также на отрезке укрепят обочины, нанесут разметку и установят знаки, сообщили в региональной Миндоре. Работы проводят по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». В хуторе Левопадинском построили новый фельдшерско-акушерский пункт. Там обустроили кабинет приема пациентов, прививочную и процедурную комнаты, сообщили в региональном Минздраве. ФАБ закупили современное оборудование и мебель. Построили медучреждения по краевой программе модернизации первичного звена здравоохранения. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова